Неформальное собрание в Новосибирске. На улицах города в эти дни можно встретить весьма ярких представителей самых различных субкультур. Наш корреспондент Юлия Ольховская окунулась в водоворот в молодежных течении. Во время съемок сюжета она научилась балансировать на канате, приняла участие в чайной церемонии и даже успела загадать желание. Эти ребята называют себя представителями движения воркаут. Достаточно сложные трюки они выполняют вот на этих турниках. Сергей, скажите, насколько реально этому научиться? Ну, этому более чем реально научиться. То есть люди пришли, изначально приходят без всякой подготовки и за год учатся очень многим вещам. Здесь ребята максимум 2-2,5 года занимаются и творят очень сложные вещи. А это искусство называется слэклайн, хождение по стропе. Сейчас очень популярно как за рубежом, так и в России. Говорят, что научиться ему довольно таки просто. Ульяна, скажите, это правда? Конечно. За несколько дней можно учиться стоять и даже делать какие-то трюки. Всего несколько дней. Покажете технику? Обязательно. Пойдемте. Мы решили начать с простых упражнений. Сидеть я практически уже научилась на стропе, хотя и с посторонней помощью пока. Возможно, потом освою и ходьбу. Айкидо называют боевым искусством, воспитывающим силу воли. Принять участие в поединках, конечно, не предлагают, но зато на них можно посмотреть. Зрителей довольно много. А на этой площадке собрались представители движения исторической реконструкции и ролевых игр. Здесь можно принять участие в поединках, посмотреть доспехи, оружие. Вот у нас здесь посетители. Привет, тебя как зовут? Никита. Как тебе здесь? Нормально. Нравится в Средневековье. Много нового устал? Ну да. О доспехах, о рыцарских, о мечах. Как раз полезно узнать детям, какие раньше были рыцари. Аригато. Восток, как известно, дело тонкое. Разобраться во всех особенностях удивительной японской культуры не так просто. Но сегодня с ней можно познакомиться поближе. Например, принять участие в чайной церемонии или поиграть в настоящие японские шашки. А это так называемый алтарь желаний. Рядышком написано, что нужно делать. В первую очередь надо написать желание на бумажке. У нас уже готово поместить на алтарь. Два раза дернуть за веревку, хлопнуть в ладоши. Говорят, что сбудется. Между прочим, к алтарю уже целая очередь. Главная идея этого фестиваля – объединить представителей самых различных субкультур, самых различных интересов, увлечений, собрать их всех на одной территории. И как бы мы ни относились к тем или иным течениям или направлениям, но если это сегодня существует как данность, если это увлекает часть людей, то мы должны с этим считаться и относиться к этому с уважением. Судя по количеству посетителей, сегодняшний фестиваль явно удался. Кстати, он проходит в преддверии еще одного яркого события. Через неделю в Новосибирске стартует международная детская олимпиада. Так что спортивный праздник в городе только начинается.